Алоха Тарабич, с вами Суперген. Вы охренительно огромная сила, которая смогла набрать в короткие сроки намеченные 50 лайсов, даже перевыполнить эту планку. Она уже, по-моему, перевыполнена в три раза. Это просто охренеть. Спасибо вам огромное за это. Я хочу действительно поблагодарить тебя за то, что нужное количество лайсов набралось так быстро. Поэтому я исполняю обещание и записываю Гарри Поттер из Коты на вертикальную синхронизацию. Надо включить. Я не помню, что нам делать. Я помню то, что у нас с тобой сейчас тайная комната. Миллион лет тому назад напомнили то, что не туда. Я сходил на урок к Гильдеру Локхарду, и этот урок дал мне, ну, собственно говоря, дорогу в жизнь. Сейчас мне нужно попасть на урок к Минерве Магоннагл, потому что это урок, который... Спасибо, пошел дождь на улице. Ну, конечно, обожаю. Она научит меня какому-то новому заклинанию. Я 15 лет пытался... Я не туда иду, по идее, да? Я знаю, что она где-то в Хогварте доходится. Вот так вот я охрененно хожу на паре. Минервам Магоннагл не начнет без Гарри Поттера. Это главное правило. Наша главная задача построена выучить Гарри Поттера. Все остальные... Идите нахрен. Нахрен вы нам нужны. Вы будете спасать мир. Нет. Гарри Поттер, Ермиона Грандер, Рон Визли, постоит справа. Ни много, ни мало. 1 миллиард 987 миллионов 183 тысячи 470 деталей. Не знаю, что мы будем с тобой покупать на них. Я думаю, целую страну... У меня град начался. Спасибо. Оставили немножечко денюшек в его банковские чеки. Говорю, что же я смогу на них покупать? Все. Как попасть на урок Минервы Магоннагл? О, нет. Минус косарь. На это мы не можем ходить. Все, закрыта пока еще башня с прорицаниями. Прорицания еще не существуют в Гарри Поттере. Неожиданно Гарри Поттер поступает на третий курс. И Дамблдор такой, хм, а мэйби, может быть, прорицания? Веседки твоем май. Нахрена нам еще один предмет в ЕГЭ? Я уже 5 минут записал. Что из этого можно оставлять в видосе? Мне сказали, класс Минервы Магоннагл находится рядом с классом Гильдера Лобхарда. А-а-а. Стоп. До меня тут дошла одна очень умная мысль. Это ж не та сохранка. Да, вот, все, ну поехали. Ля, Гермиону переодел. Гермион, а ты хочешь копье себе в голову, Анка? Хм, такого я еще не пробовала. И думала, это что-то будет как бы из половых отношений. Оказалось, действительно, просто копье в голову засунули. Блин, ну такого, конечно, я не ждал Гарри Поттера. Сейчас я попаду 100% на Кенни Табрану, да, по-любому. Опа! Вот это Дэйм Сан и Вейды, да? А, Кулин Кириви застрял в Гарри Поттере. Так, я собираю Гарри Поттера, потому что Гарри Поттер достоин. Мне просто щиток дали, да? Вот этот вот, изящный. Сильно? И кибитка какая-то цыганская стоит. Что в Хогвартсе происходит за бедой? Я не могу понять. Почему так? Да. Угу. Это уже видели. Скипнуть нельзя, да, потому что. Издевательство над Докси. В переводе на русский проститутки, да? Ютуб, не бань меня. Это официальный сайт Поттер Мора, мне так сказал. Итак, мы на уроке Гильдера Локфорда. Спустя 10 минут геймплея. Скотына, ну, эксплуатирую эксплойты. Да! Это первый босс в нашей игре, между прочим. Ну, не первый, потому что первый был Волан-де-Мурт, но он такой, он как бы, это лайтовый. Это мини-босс. Вот это, пацаны, я понимаю, что вы очень сильно мне помогаете. То, что вы стоите на линии огня, я вам попадаю вместо Докси. Угу. Это очень мне поможет. Спасибо вам. Почему сектантский символ стоит посреди защиты темных искусств? Опа, бом-бом-бом. Минус Докси, золотые детали. Все, Гермионе все поаплодировали. Все мужики теперь Гермиону хотят. Потому что, ну, спасла нас от проституток Гермиона. Ай. Я был много себе вывихнул, сидя на стуле. Аргус Филыч пошел вниз к студентам и пошли какие-то вздохи. А, долгопоп, иди. Сражайся с пугалой. Неправильно. Ох ты, ёп, да? Ты. Ты. И вышли втроем. Когда он в таком положении, он не горит. Когда он в таком положении, он горит. Интересный светильник. Девчонки, кому больше 18 лет, пишите. Да, хочу светильник. Хэштег. Через Ю вот этот вот, который мем с чернокожей. Да, хочу светильник. Просто какая-то хафлопавка захотела мне показать стойку на руках. Говорят, ля, чё могу, да? Ля, чё могу? Лягушка. Чаша. Пенни Лопы Куфендой, который потом свистит у лорд Волан-де-Морт, чтобы жить. Выбери правильную чашу, чтобы выжить. Это знаменитый видос у лорда Волан-де-Морт, это после которого он стал популярным. Набрал миллион подписчиков себе в Пожирателей Смерти. И всё равно потом, как бы, его разоблачили в интернетах, и он умер после этого. Поэтому не надо разоблачать пацанов нормальных с района. Чё вот это? Она преподает трансфигурацию. И на меня идёт человек, по идее. То есть она учит то, что на меня бежит какой-то Пожиратель Смерти. И она хочет, чтобы второклассник заколдовал сильного взрослого мага, превратил его в крысу. Даже у Питера Пети, говорю, только в хорошие дни получается превратиться обратно в крысу. Это нормально то, что на арену выходит Гермиона Грэнджер, и я даю деньги за то, что она убивает каких-то других чуваков. Трансфигурация, разблокирована, ля-ля-гушка. Бедный Невиль, да? Желаем мы найти девушку. Мы идём учиться дальше. Это first of all. Насколько интересно учиться в Хогвартсе? Факел по трём, Гермиона, три факела. На половине успеха, Гермиона. Тебе осталось потереть шесть факелов, и твоя жизнь станет лучше. Насколько интересная жизнь в Хогвартсе на парах. Вот люди, которые пришли, вот они собрались, думают, трансфигурация, хорошая пара. Им братья везде сказали, ну, в принципе, неплохая пара, можно сходить. Половина Хогвартса по меркам хождения на пары учеников Хогвартса, пришла половина Хогвартса. То есть там человек десять было, это успех вообще. Мне Рома Гонагл такая говорит. Всё, мне нужны три человека, которые будут выполнять заклядание. Гарри Поттер и на сдачу два придурка. То есть, естественно, самые близкие друзья Гарри Поттера, тупо по блату. У них задание чисто это, на самостоятельное выполнение. Пришёл, посмотрел лекцию, всё, ты типа должен был выучиться. Выучил язык программирования за один видос на ютубе, вот это то же самое. То есть ты пришёл как бы на пару в скайп, тебе сказали, ну, да, вот это вот через вайл, моё, ставишь апостров, всё это закидываешь в 2%, сайт готов. И ты такой, ну да, пошёл делать. И всё, и как это делать, хрена пойми, а экзамены сдавать надо, и деньги тоже, да, за обучение. Они стоят, стойки делают просто на руках, они стоят, просто смотрят, Левель Долгопоп просто стоит аплодирует. Ну потому что дело-то не хрен больше. Не повезло тебе, Гермиона, какой-то факел пришлось даже два раза потереть. Ну это жизнь, понимаешь, Гермиона, иногда ты забываешь, кому ты тёр факел до этого, и приходится тереть его дважды. А тебе говорят, всё, ты уже сегодня мзду получил за трение факела, до свидания. Не получишь больше ничего, ты, ммм, блин, обидно, просто так чисто изъявил желание. Потому что нужно особые факелы тереть. То, что если ты пойдёшь, потрёшь просто рандомный факел, он тебе ничего не даст. Тут нужно как бы к особым людям идти, тереть факел. Еее, бой, опа, Хана Аббот, разблокирована. Самый лучший персонаж в БТВ, Хоббверсе. А, пауки просто выносят из Хогвартса вещи, чтобы толкнуть в ломбарде. И, Вальвуздам был, Дор, такой, ну, у меня ещё много комнат. Говорит, старый дед открыл пещеру. О, нет, старый дед, за шо? А, ну правильно, потрогай её, да. Давай, потрогай киску, Рон. Да, говорит, шо, дед, пещеру, рот открыл, пещеру открыл. Ага, какая украби приятная прическа здесь. Али, это Гелли. Ага, это ты. Откуда щетина появилась у Аргуса Филча? О, нет. Всё, даже Аргус Филч потрогал киску. Всё, и забрал её. Гарри Поттер, ты виноват. Он говорит, всё, пацаны, уходите. Шесть человек собралось смотреть, шесть человек. Хогвартс, это как начинающий стример, то же самое. Вот один в один, это настолько грустная и обидная шутка. Только не многие поймут эту шутку. А между прочим, это, убы... Я так испугался то, что я сейчас в хату Хагрида фейерверком запущу. Потому что так обид... Хагрид и так, как говорится, мужик несчастливый. По жизни, а тут ещё и в хату его залетит чё-то. Вот я подарю ему сейчас бензопилу с огромным количеством денег. А, это семена, это не деньги. Что происходит у вас сзади? Я не могу понять, что за крики. Ага. И что? Ну, в принципе, как и в жизни. Вырастил пальму, чтобы потом сломать пальму и заработать денег. Дорог. Почему Гермионе показывают факи команда по квичу Гриффинга? Гриффиндорская. Дерьмо, ну даже сам Гриффиндор не любит. Оба, здорово! Горит, часы? У него часы есть, конечно. Оливервуд по часам живёт. Оба, всё, в бочке переоделся парень. А если там своё обмундирование хранить на Argus Filch для ночных посиделок с самим собой? Там плеть, кожаные рюшечки. Нет! Оливервуд умер! Оливервуд! Что это? За 18 пласт контент сзади с Гильдера Локхордом. Оливервуд! И Хагрид! Оливервуд! Я думал, ей этот шар в лесу попал. Оливервуд! И просто лесо разворотило. И главное, летит шар Бладжер. И Хагрид такой. Почему бы нет? Всё, Хагрид жив. Ура! Пацанчики, мне бы пройти. Мне Добби убивать надо. У меня заказ. Мне это, через Darknet биткоины уже перевели. А! Какие же... Да не, Хагрид жив. Нормально. Ура, Хагрид. Ура, Хагрид. Пойдём. Что это за дьявольское устройство? Огромный какой-то кукан из сундука. Что с Хогвардсом не так? Что со мной не так? Что с моей фантазией происходит? Пауки из Хогвардса просто тащат всё. Чтобы потом загнать в ломбарде. Огромный арагог, которого надо чем-то питаться. Они задолбаются, что он жрёт своих детей. Они поэтому пошли воровать Хогвардс, чтобы загнать эти вещи в ломбар... Вот так вот даже сделал. Как в старые добрые времена? А то мне сказали, Генка, ты больше не ставишь игру на паузу, чтобы поговорить. Всё, ставлю на паузу. Всё, старые времена вернулись. Наслаждаю себя моей болтовнёй. Все люди, которые пришли смотреть геймплей, всори за мат. Смотрим болтовню теперь. Это теперь начинается блок мой. Пауки в Хогвардсе берут и загоняют вещи в ломбард. Чтобы прокормить огромного арагога. И он перестал их жрать пачками. Поэтому они идут в ломбард, чтобы купить ему пожрать после этого. Потому что Хагрид целыми теми смотрит квитач. И у Хагрид насколько много мозгов. То, что на него летит бладжер. Бладжер, я понимаю, что это, конечно, быстрая штука. Летит быстро. От неё ж можно увернуться? Как-то ловцы умудряются увернуться от бладжера, если он летит в них вот так вот. Даже когда ты играешь в игру, догони меня кирпич. Смысл этой игры, то что ты уворачиваешься от кирпича. Все люди, которые смогли увернуться, вот они сейчас живут в 2020. Летит в бладжер. В Хагрид? Нет. Он стоит смотрит на этот, как летит на него бладжер. Я понимаю то, что Гильдер Локарт занят. Он стоит на Лизовой. Пришли пацаны втроём в Хогвартсе. Весь Хогвартс. То есть увидели Драка Малфуй, Крабе, Гюрли и три человека. То есть пришёл Гильдер Локарт, Дамблдор и Аргус Филч. Вместе, втроём. Они же всё время вместе ходят, как Тотали Спайс. Самый лучший отряд в мире. Они всегда вместе, втроём ходят. Это Крабе, Гюрли и Мафло. Это будущее. Это вот их будущее. Через несколько лет, получается. Что мешало создателям Лего просто написать послание? Нет. Они придумали шараду. Они почему репус сделали? Вот эти вот два апострофа сверху, два апострофа слева. У нас игра как бы не для 18-летних детей, а чуть-чуть поменьше. Как бы нам сделать так, чтобы это была не кровь, но тоже было страшно. Мы сделаем огромную рожу человека, нарисованную мелом. И открытую дверь сейфа. Эту штуку можно расшифровать просто как предсказание Ванги. То же самое. Это старый дед ограбит банк. Потому что ячейка сейфа открыта. Ты визуально в Гермиону теперь пялишь, нет? Хагрид просто стоит, наблюдает. Он вместе с нами пошёл. Почему бы и нет? Потому что Хагрид. Нахрена нам Хагрид здесь нужен? За Гарри годится Блажа. Хагрид стоит в бинокль, смотрит в этот момент. Потом он такой, мы пойдём убивать человека, который с этим Блажа наблюдает. И Хагрид, я с вами, пацаны. Потому что, что ты сделаешь? Хагрид с кулака? Вот зачем нам Хагрид нужен. Понятно. Тут стоит огромный рычаг с цепью. Ааа, группа поддержки из старых бородатых магов. То есть, группа поддержки создана специально в матчах, чтобы как бы могли посмотреть на девчонок. Сори за матч, что поделать? Группа поддержки именно для этого создана, чтобы смотреть на девчонок. Тут какие-то взрослые бородатые мужики в розовых костюмах танцуют, поддерживают Гриффинда. Вы, конечно, серьёзные мужчины, я ничего не имею против, но нахрена вы нужны в поддержку? Если бы не... Всё, обрадовались. Два каких-то игрока команды просто врезались в трибуну и умерли. Всё, у себя. Ха, ура! Потому что главное шоу. Дамблдар тоже придерживается этой ситуации. Он же сам не пошёл спасать Гарри Поттера, потому что, смотри, за Гарри Гунисом Ланшет. Прикол, да? Просмотрим под Димусом. Чё, нормально. Все будут смотреть квидэдж. Добби, если мы в него пять раз всадим заклинанием, он сдастся после этого, да? Как вы задолбали? Боже ты мой, а? Почему я просто не могу убить Гарри Поттера? Опа. Почему нет простых входов на арену? Я всё равно не понимаю, в какой ляд ставить на арену вот такие вот всякие приспособления. Сюда же люди приходят смотреть шоу. То же самое, что ты идёшь смотреть футбол, баскетбол, хоккей. И чтобы прийти и сесть на своё купленное место, тебе нужно включить пять флагов. Поставить огромную какую-то фиолетовую сливу. На огромную цепь, чтобы открылась цепь, чтобы ты смог пройти дальше. А если тебя в туалет приспичит по-большому. Там вообще тяжести никакие в этот момент особенно не хочется поднимать. И не получится поднять. Огромную сливу поднял, и всё, тебе уже, по сути, никуда не надо идти. А если поесть тебе захотелось куда-то пойти? Ларёк, вот эта вот кибитка цыганская с парнем стоит, она стоит у входа. А теперь, чтобы добраться в ход, ты еле добрался до места, чтобы сесть. Тебе ещё надо дойти до входа обратно, чтобы выйти оттуда на пары. Поэтому тут такие, как бы, меры не сильные, чтобы на пары ходили люди. Они думают, ну они и так на квидрич сходили, уже всё. Половина же Хогвартса отлетела. Чё-чё делать в Хогварте? Одной стойкой на руках сыт не будешь. А-а-а. Дракон. Я думал, сейчас это будет референс на Таню Гроттер, да? Потому что в ВиБи Геймс уважают Таню Гроттер. А, слезыринчиком помахать? Они мне всё равно кукан показали. Хагрида уважают слезыринчики. Здорово. Нет, слезыринцы не уважают Хагрида. Ну, сори, Хагрида. Я всё-таки верю, что тебя кто-то уважает. А это же вторая часть. Мы даже слезыринчики в конце хлопали, когда он из Аскабана вернулся. Потому что пацаны знают, кого надо уважать. Если ты вернулся из Аскабана, ты уже сразу получаешь респект. Всё. Щелчок не работает больше. Манна кончилась. Манна на нуле. Ура! Гриб у Тэй! Бам. Бедный Гильдер и Локард. Не дают помочь пацану. Между прочим, всё закончилось. За водкой, пацаны, идите. Водяра закончилась. Идите в магаз. И почему мы должны идти? Миссис Помфри. Она работает в медцентре. Я понимаю, что она одна-единственная тащит в медцентр в Хогварте. Потому что других медсестёр в Хогварте, это она одна. На все, как в школе. Просто одна-единственная. К ней идёт одна толпа людей, которые хотят свалить домой. И просто говорят, у меня чё-то как-то, собственно, вот тут побаливает. Сердечко побаливает у меня. Могу домой пойти? Я говорю, да, домой, короче. Каждый день 800 миллиардов человек, которые первый раз учат магию в своей жизни. Зелья. Превращение. Под кроватью пытаются сделать особые заклинания, которые как бы не для всех доступны. Розедо, да? Любимое, неповторимое. Хотят его попробовать. И всё. И отлетают после этого. И 800 миллиардов. Мало того, что тут всего 16 коек. Хогварте, по-моему, учится. Ну, человек за 200. Ну, минимум за 200 человек учится. Похрен то, что они нихрена очков не зарабатывают. Это ладно. Это плевать вообще. А где мои очки все? У нас монеты украли все. А, ну это же как типа Англия и Америка. Там лечение дорогое. У нас все 170 тысяч монет забрали за лечение Гарри Поттера. Всего 16 коек. Представь, минимум 200 человек учатся в Хогварте. 50 человек. Это минималочка. Первый, второй курс. Они первый раз в жизни учат магию. У них что-то не получается, а они себя калечат. А всего 16 коек в Хогварте. И вот как этим людям быть? Там есть какие-то эти, градация людей, кто может лежать в болице, а кто отправляется лечиться домой, да, в Хогварте. Вон там Малфой орет, ему нужна помощь. Вон там парень, смотри, умирает вообще. Лежит просто, даже глаза закрыты. Он просто вот так вот уже лег, все, как прям в гроб его кладил. Какое лицо у него морщинистое, устало. Ей 15 лет, между прочим. Гарри Поттер и Гермина тупо поставили за водкой в магазин. Потому что она вот так вот поперла, все, выпить нечего, пацаны. Если я похмелюсь, все. Гельдер Лохард. Нормальный парень. Решил подарить Гарри Поттеру новую алюминиевую кость. Он поэтому убрал поломанную кость. Ему просто не дали завершить заклинание. Ну, он перенервничал парень. Ну, что бы, он первый раз лечит молодых пацанов. И он убрал эту кость, чтобы потом вставить новую кость. И вот он пришел уже второй раз, чтобы вставлять Гарри Поттеру. А мадам Понфри его выгнала. Бедная Гельдера Лохард. А он старался. В мадам Понфри нет ключей от своего шкафа, да? Или это не ее шкаф? В Хогварте и так уже воруют. Они не знают кто. Они не могут вычислить пауков, потому что люди, которые говорят, это воруют пауки, автоматически отправляются к Филчу в подвал. Висеть на цепях и плетью получать. Хогварт все еще ищет вот этих вот воров, кто постоянно ворует вещи и продает их в ломбард. И поэтому они говорят, вот мадам Понфри. Осталось самое ценное у нас. Наушники от Мандрагор. Потому что люди от Василиска сейчас будут умирать. Останем у тебя их в больнице на замок. Она такая, красиво. Хренак бомбардой сломал. Почему нет, Малфон умри? Поднимаемся, молодой. Э? Молодой, вставай. Хрен тут разлегся. Рыцарь, спасай. Под Малфоем был рыцарь. Нежно прочим, Малфоем не зря умирает. У него растяжение паха. Только пацаны могут понять, что такое растяжение паха. Референс с Демидом. Почему скелет стоит? Да, это жестко. Первый вопрос. Почему скелет находится в больнице? Размером с школьника. Для того, чтобы что? Чтобы они поняли, что в больницу не надо попадать. Те всякие пожарные, да? Это те, кто не дождался, чтобы полечь в больницу. Лежит паренек. К нему прыгает скелет. Начинает танцевать. Джигу. Этот парень встает и убивает этого скелета. Что происходит в Хогварте? В чем моего проблема, я не могу понять. Потому что костеростки, они всегда создаются прямо на ходу в Хогварте. Их заранее не закупает их Хогварт. Не создают их Северус Снэп. Их мадам Помфри должна создавать. Прямо уже, прям в больнице. Почему нет? Он специальный котел для этого стоит. Она математику не учила, она не может запомнить 4 подряд. Только Гермиона может 4 подряд запомнить. Это гениальное же задание. Да в это можно проиграть, серьезно. В это можно проиграть. Я единственный человек в мире, который проиграл в это. А, инвалидное кресло. Садись, Гермиона. Что это? Надо ускоряться, боже. Это такая жесть. Это такая жесть. Когда женщина не может загнать под каблук мужчину, но находит выходы, да, в этой ситуации? Ring for Sex, да? Знаменитый. Создатели игры действительно такие, я думаю, ну это больница. Что добавить в больницу? Я знаю, Барри. Добавляй. Это не будет слишком офенсивным. Я тебя умоляю. Залазай. Залазай. В чем проблема, я не могу понять. Гарри, а давай клык. Я знаю, что ты на нем сидишь. Я никогда не думал, что я застряну в прохождении игры Лего. А, появилось. Ура. Наконец-таки. Спасибо. Спустя 5 миллиардов лет. Вот что мешало? Что мешало ему надеть вот эти вот наушники? Ты лежишь, да, в больнице? И тут тебе приносят мандрагору орать в ухо. Ты сразу вылечишься. Ты домой побежишь, да, у тебя все болезни пройдут после этого. Правда, слышать ты после этого не будешь несколько лет. Но это не важно. Самое главное то, что болезнь пройдет. Болезни уйдут. Проклятие снимутся. Отворот, приворот, товорот. Все, все рты, короче, тебе уйдут от тебя, парень. Да, рукой туда макни. В горящее зелье. В кипящее зелье. Рукой вот так вот зачерпнуть. Геребенок, какой мускулесный машина. Как с него очки не спадают. Нет, Колин криви. И еще звук фотоаппарата сюда добавили. Ага, дуэльный клуб. Звучит легитно. Пойдем рискнем здоровьем. Только вышли из больницы. Только из больницы вышли. Сразу пошли обратно. Ой, ладно. Ой, Перси высыл. Между прочим. Мы берем. Пять человек пришли. Пять человек пришли, да. Это что за гриффиндорка еще какая-то левая? Вы в курсе то, что у вас тут семь? Кому-то доставь. А, понятно. Ах ты. Ай, 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 шутвори. Что, он мое? А, ему три штыка в голову влетело. Нихрена могет Гильдера Локхарда. Если вы пересчутите, как раз левень очки не засчитаются. Какая разница? А если я на кулаках пойду сражаться с пожирателями? В чем проблема будет? О, смотри, все вирусные плячки засчитывает. Вопрос на миллиард. Где Гермиона? Почему она не должна сражаться? Или что, типа, женщины недостойны, что ли? По мнению Лего. Уметь постоять за себя? Вот это, конечно, я не ожидал от Лего. Ой, Лего, Лего. Ой, Джон Роллинг, обрати внимание. Ты понимаешь, что происходит? Это поганая игра, считай. То, что женщины, девчоночки, девчушечки, девчуленьки не могут за себя постоять. Понимаешь? Респект, вэммон. Не могут сделать сами для себя. По-моему, это ужасно. Шутки про инвалидов. Женщины не могут за себя постоять. Какие-то секс-приколы еще в Хокварсе. Все воруют, чтобы задать все деньги в ломбард. Что происходит не так с этим миром? Вот это замес. Топ-10 аниме битв, да? Че могет, конечно. Я вот так палочку бы не перекрутил, потому что она слишком легкая. Все, умер, мужик. Харри Поттер, иди воюй. Как разбытие красиво рядом с лицом у него, да? Как в фотошопе, типа, люди не старались. Ай, Срэк Малфой вышел против меня. Ну ты умер, Срэк Малфой. Смотри, мне вот там помогает какой-то парень. Колдует в Мафло. Да ты умер, Мафло. Да умри, Мафло. Фастейший Мафло. Почему у меня 4 сердечка, а у Мафло 5 сердечек? Я не выучил Экспиллярмус, если я 15 раз колдовал в Малфе, и Малфу все равно кастовал в меня заклинание из палочки. Смысл заклинания Экспиллярмусу, что я выбиваю у него палочку. Ай, Мафло. Все, вытащил змею свою. О нет. Ого, смотри, видишь? Зинку показываю тебе свою. Гермена, ты это как? Не щелкай клювом. Зинуль это лучше, чем ты. Зарабатывай очки. О нет. Ага. Что это было? А, он палку свою показал, Гермена. Ля, кака у меня начищенная. Удивляйся. Ага. Наследник Слизарина, срак Малфой. Так вообще, правда, по идее? Потому что все чистокровные волшебники, они друг другу родственники. Поэтому он наследник Слизарина должен быть. А не Гарри Поттер, которого укусил Волан-де-Мор в детстве. Смотри, Николай сквозь текстуры проходит. Он что, призрак, что ли? Классно ты до защиты. А, Мафло стоит, все еще ждет меня. Ты в курсе, что я, между прочим, за тобой слежу? Мафло, нет? Привет. Да, горит. Да. Секретное слово в гостиную Слизарина, это привет. Ёпьян. Слово секретное. А, все, нас прыгло в бездну. Ну да, бывает. Это по-мексикански. Ух ты, падем. А Гермена уже ушла делать. А посмотри, у Слизаринчиков просто сидит какой-то скелет в тюрьме. У каждого факультета в его гостиной комнате лежит какой-то труп. Призрак же должен где-то тело иметь похороненное свое. Вот оно там лежит. У каждого факультета свое. У Гриффиндоров сэр Николас где-то валяется. У Равенкла серая дама там повешенная висит на башне самой высокой. Смотри, а, Гуид в Ютубе. Как сделать оборотное изделие? Так, берем сначала укропу. Выбиваем его. И все, я женщина. Это для одиноких магов, да? Который хочет попробовать новое шушение. Там же все меняется. Картина ответит только студенту Пуффендуя. Какая привередливая картина-то, однако. О, нет. Бедный парень в парике. Вот что не так происходит с этой игрой? Парень в парике. Изначально лежал, чилил. Рядом с камнями, с мингирами. Я пришел, снял с него парик. Парень решил сходить на пары. Думаю, ладно, чилить не буду. Схожу на пары. Пришел на пары. Я выпустил какую-то тентакулу. Он его схватил и унес себе в подземелье. Что это за бутылка? Что она делает? Зачем она нужна? Был какой-то маг, который очень сильно хотел прославиться. Думаю, придумаю свою личную зелью. И придумал. Воздушный шар в бутылке. И все-таки. Валера, ты гениальный маг. Он стал тупо как Илон Маск. И сегодня она в гостях. Великий инвестор. Инноватор. Создатель великолепного зелья. Это что? Твой воздушный шар в бутылке. Здорово. Умри. Это, знаешь, из поколения в поколение. Докси. Хранили вот этот вот. Я не знаю, что это. Груша неспелая. Из поколения в поколение. Хранила. Передавала это все. Храни как зеницу ока. Даже спряталась специально. Купила. Вот скинула всей семьей. Продала свой дом, в котором она жила. И купила золотую стену. Чтоб никто не нашел вот этот вот артефакт. Артефакт передающийся из поколения в поколение. Пришел Гарри Поттер. Для того, чтобы выпить и стать гейлом. Каждый из нас, когда выпьет, хочет стать гейлом. Признавайся, где ты хранишь свою нычку с черешней? Черешню, Харшу. Где черешня? Почему я, кстати, галеоны не могу создавать? Магические. Почему я не могу это сделать? Или это тоже правило Азимова? То, что я не могу сам печатать себе деньги в подвале. Ура! Ужатин Финч Флетчи. Разблокировано. Мне ж должны тогда пить волосы Финча Флетчи. Нет, не нужны. Да, я просто нашел его у другого школьника. Оборотное зелье, что? Господи, как оно ужасно выглядит. А, это пятая бутылка эта. А, это создатель. Ну, я так и думал, что он из Пуффендуя. Потому что кто ж еще мог создать воздушный шар из бутылки? Только из Пуффендуя какой-то дятел. Ой, талантыч. И признанный гений. Поэтому он и в картине живет. Он умер после этого, после того, как его не признали. Я выйду отсюда. Язык прикусил. Все, заканчивать пора. Мне слезыринчиков надо сначала соблазнить и украсть у них пару волос. Как в этом, во втором Гарри Поттере на ПК. Прийти в амбар, где жрет куриные ножки крабе. Да твою мать, я хочу вот это вот. А, это создатель бутылок. Его даже никто от пыли не очищает. Никто. Но ему всем так посрать на него вообще абсолютно. А как забрать-то? У меня же акцию есть. У меня акцию есть. Другой. Другой, у меня акцию есть. Акцию. Плевать вообще, где я. А, я в туалете. Почему такая разруха в Хогвартсе? Почему все сломано? Почему сюда проход был закрыт? Это пофандуется? Забыли. Он охранял проход в туалет. В туалет в Хогвартсе. То есть в туалет в Хогвартсе никто не ходит. Сырость. Гадость. Мерс. Станет ДГ. Это. Что не так? Если портреты могут выкидывать материальные предметы из своих картин. Почему, во-первых, они не могут мне выкинуть миллион долларов, а во-вторых, сами выйти из картины. А то, что Макс сидел мылся, его никто не трогал, он сейчас свою уточку потерял. Найс фонтанчик. Что из него мыть можно? Или из него пить надо? Просто рожу вот так. Представляешь, что тебе из фонтана струя идет огромная в лицо. Почему в Хогвартсе из трубы идет удушающий газ? Зачем? Как и нигде они его используют. И тут школьники еще стоят. Ага, из Попы 2 кекса. Гарри Поттер создает заклинания, усыпляющие на вещи. И Краби и Герли сидят в толчке закрытом. Как вы сюда попали? Куда они пошли? Ой, пацаны, обманка. Ой, сейчас накажут вас за это. Сохранка была, наверное, да? Ну сейчас сходим посмотрим. А, мужской туалет они пошли. Краб и Герли. Уснули друг на друге. В мужском туалет. Посмотри на это, посмотри на это, посмотри на это. Просто что это за хрень? Что это за толкан? Смысл вот этой вот кабинки, то что там закрыться можно. Если я сяду туда по-большому, и другие пацаны могут смотреть, как я сижу, хожу по-большому. Да хрена эта кабинка тогда нужна. Или все в писсуары ходить по-большому. Все же так приятно смотреть, как другие ходят в туалет. Невероятно. Пацаны только и что? Они сидят в туалете, подкарауливают других радио. И посмотри, радиация. У Гомера Симса на атомной энергостанции такой радиации не было. Посмотри на это. Как в туалет единственным можно было сходить с дверью так, что оставить там просто какое-то заражение радиационное. Из-за того туалета просто бьет струя огромная. То есть сколько денег платит Хогварт, чтобы покрыть все расходы излющейся воды огромной. Это все перекрыто на хрен себе, потому что там огромная щупальца какая-то, наверное, живет. Невероятные. Сколько башляет еще Дамбурдер людям, которые приходят проверять все нормально в Хогвартсе. Дамбурдер такой хороший мужик. Он так классно Хогвартсом управляет. Охренительно он Хогвартсом управляет. Невероятно классно он Хогвартсом управляет. Че за бред? Сколько он башляет, чтобы Хогвартсу нормальную лицензию дали из-за этого? Просто сидят в тайной комнате, пацаны. Угу. Ну да, ну да, ну да, ну да. Ну да, ладно, давай здесь заканчивать тогда. Ну его нахрен. Как мы вошли вообще сюда? Если вот эта дверь забаррикадирована, А Крэп и Гюэлл вот там вот здесь лежат друг на дружке. Фикрайтеры в бой называется. Закрытой решеткой. Как они сюда попали? Как мы сюда попали? Как сюда люди попадали? Почему сюда больше никто не попадает? А, или это закрытый туалет поломанный, где живет Василиск, да? Ммм, и Крэп и Гюэлл пошли в этот туалет. Потому что они все время ж всегда ходят в этот туалет. Да, они же любят закрытый туалет, походить вместе и полежать друг на друге. Если тебе понравилось это видео, ты хочешь больше Лего Гарри Поттера, то влепляй Лайс. Не стыдись, не скупись, чтобы быстрее выходила новая часть, а не через год. Спасибо тебе огромное за просмотр. Люди, которые спонсируют мой канал, самые прекрасные люди в мире. Хочешь попасть в список этих прекрасных людей, ссылка на донат в описании. Давай быстро наберем, я не знаю, какое-нибудь количество Лайсов. Я знаю то, что зря я говорю это в конце. 120 Лайсов быстро. Прямо вот быстро попробуем набрать 120 Лайсов. Если наберется новая часть быстро. Я верю в то, что мы сможем это сделать. Поэтому давай, 120 Лайсов и поехали. Еще раз спасибо за просмотр, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok